Валбис, привет! Ты сегодня мой герой. Я буду про тебя писать роман. Всегда изумление вызывает люди, которые не просто талантливы, а продолжительно талантливы. Люди, которые там на что-то способны и в молодости это выдают, довольно часто встречаются вокруг. Но так, чтобы человек мог выдавать из себя вот что-то такое и прирастать этим талантом долгие годы, у меня это всегда вызывает изумление. Как же красиво ты льстишь. Не, я не льщу тебя. Это чистая правда. Потому что еще все время все разное. И философские факультеты, и какие-то стихи, и тексты, и песни, и несчастные случаи. И теперь фильмы документальные, которые смотрит вся страна и обожает. Ну, часть страны смотрят, а фильмы действительно... А часть обожает. Ты родился в Риге, правильно я говорю? Да. Слушай, ну вот в детстве она была, какая Рига? В твоем. Она была прекрасной. Это же было советское время, да? Да, конечно. У нас было очень много хорошего советского, очень много плохого советского. То есть мы в этом плане отличались, наверное, минимально, допустим, жителей Москвы, Питера, таких больших, крупных, продвинутых и достаточно благополучных в сравнении с остальной глубинкой городов. Ну, вкусно же еще было. То есть, во-первых, порт, рыба какая-то, которая с роду здесь не была никогда никакой. Да, там селедка была необыкновенная. Селедка, скумбрия, камбала, килька. Камбала, килька. Хлеб черный. Я вообще всегда заявляю вот в наглую, что все лучшее в кулинарии придумали латыши. А что ты имеешь в виду? Гороховый суп? Все. Хлеб, сыр, колбасы. Клеб, сыр, да, колбасы. Рыбу. Ну, под это дело шашлык идет еще, тоже как изобретение латышей. Родители чем занимались? Кто был папа? Папа журналист. Он работал на радио, и он меня, собственно говоря, вот как-то натолкнул на мысль, что это интересно, вот такой некий интертеймент. Во-вторых, папа мне открыл, наверное, первый секрет профессии. Это было, по-моему, то ли в 80-е, то ли в 81-й год, когда в Юрмале играли кубок Дэвиса по теннису. И по каким-то причинам не смогли найти комментатора на латвийском радио, который разбирался хорошо в теннисе, мог комментировать папа, а он занимался строительством всю жизнь. Его поставили комментировать кубок Дэвиса. Теннис. Да. Конец лета. Потому что папа не знал правила. Я спросил, я уточнил у него. Я послушал его репортаж. Папа говорил о погоде. Папа говорил о удивительном настроении, которое царит в сердцах и умах жителей Юрмала и Риги, когда они пришли на этот потрясающий корт о безупречной форме, которая так удивительно шла. Играли, по-моему, СССР против Австрии, если мне не знаю. Да, да, да. И он не замолкал. И он иногда сообщал счет. Вот. Обалдеть. Вот это профессионализм. Я потом это использовал в университете на экзамене по средневековой философии, по истории средневековой философии. Мне досталась космогоническая теория Кеплера. Я не знал вообще. Но я вспомнил анекдот, который я вычитал в журнале «Вокруг света». Так. О том, что Кеплер, размышляя о законах, которые создали космос, спросил у жены. Она ему подала салат. И он говорит, скажи, как ты думаешь, вот если в космосе бы летали кусочки картофеля, огурца, лука, мяса, могли бы они скомпоноваться в такой салат? Да, сказала жена, но он бы не был таким вкусным. С чего я сделал вывод, что космогоническая теория Кеплера, она предполагала необходимость, то есть что Вселенная не случайна. Она создалась по неким законам. Соединение произошло. Я рассказал очень живописную космогоническую теорию Кеплера, в моем понимании, исходя из этого анекдота, после чего рассказал сам анекдот и получил пять. Вот ты молодец. Вот. И, собственно говоря, это история того, что в журналистике, в ведении не обязательно надо быть человеком, который разбирается досконально во всех темах. Нужно разговаривать на одном языке с людьми. По статистике, телевизионные ведущие – это самая редкая профессия на Земле. То, чем ты занимаешься всю жизнь, окончив философский факультет МГУ, это большая редкость. Но это просто отдельно стоящая профессия, предполагающая импровизацию, постоянную импровизацию, что не очень хорошо удается у многих замечательнейших актеров театра и кино, которые… Давайте честно, актеры театра и кино, из желания заработать наши деньги лезут на нашу поляну. И у меня была замечательная история с замечательной ведущей. Мы вели замечательный концерт, без деталей, чтобы… Да, конечно. И мы выходим, а я с кем-то заболтался за кулисами, большой сборный концерт. Я говорю, кого объявляем? Мне говорят, Галкина. И мы выходим, и она смотрит на меня. Значит, я понимаю, что… А я текст-то я даже не смотрел. Я не взял. Я понимаю, что если она смотрит на меня, значит, там по сценарию, она идет по сценарию. Значит, ты говоришь. Значит, начинаю я. Как представить Галкина? Говорю, дорогие друзья, а сейчас на эту сцену выйдет человек, но у вас возникнет ощущение, что вышла целая рота знаменитостей, потому что он настолько многогранен, бло-бло-бло. Короче говоря, намекаю на то, что он хороший пародист. Я вижу, как опускаются уголки губы моей со ведущей, и она мне так тихо-тихо в сторону говорит, молодец, придурок. Это был мой текст. То есть я просто придумал вот с понталека то, что я написал сценарист. Да, то, что написал сценарист. Ну, уже все, фарш невозможно провернуть назад. Я просто, я вот заканчиваю и как бы, ну, скажи что-нибудь. Ага. И она глядит на меня и говорит, да, действительно. Понятно. Это Максим Галкин. Я хотела спросить про рижскую школу. Ты был такой зубрила или нет? Нет, 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 нет. Нет, я, мне давалось все достаточно легко. Я был прекрасен в географии, я был прекрасен в истории. И без это небохвальства я был одним из лучших в школе. Ты Фритюфа Нансона читал. Да, это моя любимая книга, да. Это вот книга, которая стала... Фритюф Нансон, это знаменитый путешественник. Она называется «Кем же ты станешь Фритюф?» Это история Фритюфа Нансона. Это книга, которая меня... Она, кстати, моя ровесница, 67-й год. Она меня перевернула. Вот я ее прочел. Это был период запойного чтения. Когда я читал «Под одеялом ночью». Да-да-да. Ну, когда родаки меня гнали спать. Я брал лампу, накрывался, врубал. А понятно, что там парниковый эффект. И где-то минут через пять ты должен выключить. Уже нельзя, да-да-да. Мокли как цисток, раз. Вот. Я эту книгу прочел за поем, за, по-моему, за день или за два. И я понял, что я хочу быть таким, как Фритюф Нансон. Путешественником? Нет, человеком. Героем? Человеком? Человеком. Он был человек науки, он был человек огромной души, сердца. Он помогал голодающим, он помогал беженцам. Вот этот человек меня поразил. Потом, конечно, он красавец. Ну, без самих, ну, подспору, вот он. Мы не очень любим норвегов, но это норвег, норвег. Ну, это норвег настоящий, да, это прям настоящий. И, конечно же, его полярные путешествия. Вот мы сейчас в декабре уходим на полтора месяца в экспедицию в Антарктиду. И эта история не родилась бы в моей голове, если бы не эта книга. Вот так вот. Я хочу быть как Нансон. Это что означает? Я хочу жить интересно. У нас приехали купцы из училища военно-транспортной авиации. В девятом классе учился. Ну, то есть, купцы, что это? Приехали офицеры, два курсанта, они рассказывали. Это Рижское училище, да? Нет, это они, по-моему, базировались то ли в Каунасе, то ли где-то в Литве. И они настолько интересно рассказывали о военно-транспортной авиации, что я решил, все, иду. Иду. Но туда брались в 17 лет. А я закончил школу в 16 лет. И мне год надо было ждать. Я подумал, ну, смотрите, историю я знаю прекрасно. В истории я просто профессор. После 10 лет. География. Академик. Вот есть еще обществоведение. А его читали, там курс-то был годовой, по-моему. Да, да, да. Какой-то непонятный. Только 10 класс, да невнятный совершенно. Я вот думаю, наверное, чего-то я еще не знаю в философии, в обществоведении. Пойду-ка я на философский факультет Московского государственного университета. Московский государственный университет, это, как и Нансен, да? Это вуз, где я мечтал в нем учиться. Я когда увидел главное здание, я понял, о-о-о-о. Я хочу туда. Как Элочка-Людоевочка, хо-хо, хо-хо, хо-хо. Неважно, я не знаю еще на каком факультете, на каком отделении, но я буду здесь учиться. Да, это я понимаю прекрасно. Наверное, родители счастливы были, да? МГУ, это, боже мой, туда не попасть вот в наше время. Я вообще не пыталась поступить в МГУ, и это было невозможно. Конечно, они были очень рады. Более того, на философский факультет, чтобы поступить, нужно было иметь рекомендацию от Горкома партии, Коммунистической партии Советского Союза, либо от Центрального комитета ЛКСМ Комсомола Республики. Я пошел в райком Комсомола, а у меня в характеристике после школы мне написал наш классный руководитель, спасибо ему большое, при определенных обстоятельствах может поставить личные интересы выше общественных. Вот собак. Все. Да, все. Я прихожу в райком Комсомола, у нас была в школе шикарная команда по стрельбе. Мы защищали честь района на всех соревнованиях, республиканских, меня знали как стрелка. И мне там в райкоме Комсомола говорят, Валдис, не пройдет, ты чего? Ну да. Мы тебе сейчас перепечатываем характеристику, жми в школу, найди завуча, подпиши и вернись. Таким образом мы подменили мою характеристику. Да, да, да. А завуч пошел на подмену. Да, ну просто я объяснил, что у меня такая ситуация, да. И после этого характерически визировалось в Центральном комитете ЛКСМ республики, только тогда ты допускался, получал рекомендацию для поступления на философский факультет. У всех стипендия 40 рублей, а у нас 55. Почему? Нам доплачивал Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза. АПЛОДИСМЕНТЫ 1 сентября я официальный студент, ректор принимает всех вот как бы на площадке перед входом в Дом культуры МГУ, это вот как раз на Ленинские горы. Да, да, да. Там все собираются, выходит ректор, всех приветствует и говорит, ну что салаги, айда учиться. А 7 числа я пришел наниматься в студенческий театр Московского университета. И там встретил Лешу Кортнева, который тоже пришел наниматься в этот же день. Через неделю, 13 сентября, мы основали дуэт «Несчастный случай». АПЛОДИСМЕНТЫ Давай Кортнева как раз послушаем, подельника твоего. Давай. Валдис был чрезвычайно худощав. Мы все гордились его стройностью, он такой прям утонченный, с вот такой вот челкой, падающей на лицо, очень подвижный, такой как ртуть все время двигающаяся. И вообще Валдис, ну он по сей пору сохранил это качество, он был такой очень инициативный, все время во все влезал, встревал, очень любил руководить процессами самыми разными. Ну и вообще он прям мне очень понравился уже тогда, 35 лет назад. И с тех пор, в общем, я в нем ни разу не разочаровывался. Когда мы основали дуэт «Несчастный случай» и начали очень активно играть в театре через 2-3 года, ну к третьему курсу я понимал, что надо доучиваться, надо получать высшее образование, но скорее всего, я и философия, мы расходимся. Как в море пароходы, я махал ей, махал, вот. И она мне махала, но это было, да, это было вот все уже. Мы разошлись, потому что я четко нащупал то, чем я хочу заниматься. Я хочу заниматься какими-то интересными вещами и этими вещами делиться с публикой. Ты говоришь, и мы основали там через 3 дня дуэт «Несчастный случай». А зачем вы его основали? Ты что, пел хорошо или тебе пить хотелось очень сильно? Леша сделал мне предложение, от которого нельзя отказаться. Он уже меня познакомил со своим творчеством, со своими песнями. И он сказал, давай делать это вместе. А я считаю, что Леша до сих пор является одним из лучших поэтов, во-первых, нашей страны, во-вторых, конечно же, как человек с огромной харизмой, он просто... Я попал под влияние Кортнева, вот. Мы даже когда первый приз получили на конкурсе самодеятельности Мехмата, а мы уже через 20 дней были на конкурсе самодеятельности Мехмата, нам бесовали, а у нас было 2 песни, у нас 3 не было, все. И мы так, м-м-м-м, а нам, давай еще, а у нас нету. И, значит, нам дали 2 билета в Амхат в качестве приза и статуэтку. И Кортнев говорит, слушай, ну ты же приезжий, сходи в театр, тебе надо. А статуэтку забрал себе. Я сходил, до сих пор помню, что это были старики-разбойники. Ну, а статуэтка-то у Кортнева осталась, да. Ну, Леша издевался надо мной прилично. Он, допустим, все знают, что в Москве был тогда магазин «Охотник». С мясом было вообще проблемы большие. А в магазине «Охотник» была дичь. И он говорит, ну вот если ты хочешь действительно вот так вот попробовать настоящего мяска, вот такого эгэгэй, то ты должен прийти... Оно не всегда бывает. Надо спрашивать у продавцов, а это зеленый медведь муть-муть. Это стоит дорого. 18 рублей килограмм. Я пошел. Ну, у меня были сомнения определенные. Поэтому я посмотрел все ценники, но нигде медведя муть-муть не было. Я спросил. Ну, все. Тогда я понял, что розыгрыш — это хорошо. Это хорошо, да? Да, но по отношению к другим людям. И реализовалось все это через 20 лет. А вот это пение, оно тебе нравилось или нравилось, да? Во-первых, несчастный случай — это не только музыка. Это было шоу. Мы придумывали спектакли. Мы играли в спектакли студенческого театра. Мы сделали несколько музыкальных спектаклей в рамках театра. И, конечно, это слава, слава, слава. Нас носили на руках, мы ездили по заграницам. Но я вот лично помню... У нас в театре все совмещали как бы, да? То есть ты актер, ты еще там постановщик. Молодые составили декорации, фильтровали свет. Вот. А у меня еще были функции администратора. Я помню, что на спектакле «Черный человек» или «Бедный сосуд Джугашвили» за пять минут до начала пришел Юрский. А мне его посадить некуда. И он меня остановил, то есть предупредил вопросом. Он говорит, Валерий, я прекрасно понимаю, что у вас нет билета. Можно мне стульчик найти приставной? Я ему нашел стул, я его лично занес в зал. И вот этот замечательный, великий актер сидел на приставном стульчике, потому что невозможно было бы достать билета. Слушай, а КВН, это университетская тоже история, да? Да. Я был в группе «Несчастный случай», а группа «Несчастный случай» она отвечала за все музыкалки нашей команды. И вот когда сезон 87-88, нас приглашают в большой сезон, команду МГУ, мы отыграли, мы дошли до финала, в финале мы проиграли новосибирцам, которые стали чемпионами, но музыкалку мы не проигрывали никогда никому. Драгиев. Я не могу сказать, что у Валдиса нет чувства юмора. Ну, то есть совсем нет. Не могу так сказать. У него своеобразное чувство юмора, и как у каждого умного человека, у него чувство юмора есть. Оно немножко глубинное, оно немножко такое не остро заточенное, но то, что оно, оно осмысленное очень, чувство юмора. Но чувство юмора у него есть, иначе его столько лет не держали бы в составе жюри команды клуба веселых и находчивых. Дим, я же верну, мы же встретимся в сезоне. Я очень люблю с Димой пикироваться, он умный, талантливый и опасный соперник и враг, потому что он, конечно, проходит по мне бульдозером. При первой возможности я делаю то же самое, и в этом есть одна из прелестей КВН для меня, но меня держит жюри не за чувство юмора. Это неправильно. Я улыбаюсь все время. Когда бы на меня не была направлена камера, в 90% случаев я улыбаюсь. И за это меня берут. Шипс горит! Ну, бэби, шипс горит! Раз, два, раз, два, три! Это мы украли эту идею у новосибирцев, но мы ее переработали, обогатили и сделали мировым хитом, потому что мы видели неоднократно в американском кино есть несколько эпизодов, где вот эта фигура... Там девочка ее на стаканах показывает. То есть эта штука распространилась по миру, и мы щедро подарили жителям нашей планеты эту историю. Укроп и он на сибирцах. А телевидение-то откуда пришло? Мы начали снимать свои клипы с Лешей, как режиссеры, как сценаристы. И наш приятель Сережа Денисов, который работал в авторском телевидении, он отнес наши клипы Малкину. И сказал, вот, посмотрите, Анатолий Григорьевич это человек, который очень многих на телевидении открыл. Очень многих. И он сказал, слушай, пригласите этих ребят, пожалуйста, ко мне. Мы пришли, в приемной сидел Угольников. И Анатолий Григорьевич нас принял. И сказал, знаете, мне кажется, вы очень талантливые ребята. Я не знаю, что. Но вы, наверное, что-то можете сделать. Вот там сидит в приемной Игорь Угольников, вы с ним скооперируетесь. Денег я дам. И идите. Дальше великая фраза. Так сейчас телевидение не делается, но он делается в 90-х. И что-нибудь снимите. Мы пошли, что-нибудь сняли. Получилась программа «Обана». Главным режиссером программы «Обана» был я. Почему? Мы выкинули на пальцах. На камень, ножницы, бумага. Потому что должна быть занята вот эта должность. Кто-то должен быть. Главный режиссер. Вернее, режиссер-то. Выполнен на меня. Тебе это понравилась история телевизионная? Это же особый мир совершенно телевизионный. Да. Но, допустим, благодаря телевидению я понял, что я не хочу быть режиссером. Вот вообще не хочу быть. Это было на съемках первого выпуска «Обана», когда я отморозил себе ноги на морозе. Я понял, что режиссер, а он не может отойти. Он все время должен быть на площадке. Он должен с оператором все пройти. Он должен по актерам все пройти. Он должен проконтролировать все. Потому что ты отвечаешь за картину в целом. А актер-тварь сидит в это время в теплом актерском вагончике и пьет там. И я сразу хочу сказать, не всегда он пьет кофе и чай. И когда я поморозился, ну, слава богу, без последствий, я понял, что не мое место в вагончике. Понятно. Я хочу быть как они. Потому что гонорары у них часто больше, чем у режиссера. И я оказался прав. Сергей Белоголовцев. Ух ты! Он обстоятельный, мне кажется, мужик. Он такой достаточно серьезный. Он достаточно такой, мне кажется, взвешенный. Но при этом вот чертенок внутри, конечно, сидит. Мне очень нравится в Валдисе то, что он очень такой разный. То есть он может быть смешным, он может быть нелепым. Эти его вращения руками, это все такое вот это вот слегка такая клоунская подача видения там программ. При этом это очень глубокий человек с прекрасным знанием там оружия, самолетов. Он все, он в этом разбирается прекрасно, он об этом делает очень интересные программы. Он про это клево рассказывает. Может отправиться в какое-нибудь опасное путешествие, какое-то там предпринять какое-то приключение. Валдис вот прям такой прям вот прям мужчина, мужчина. Вот. И это мне очень нравится. Слушай, скажи мне, здесь дайвинг, здесь прыжки. Вот это откуда взялось? Тебе скучно жить? Нет. Вы занимаетесь под вздергиванием нервов, собственно? Нет, мы занимаемся видами спорта, которые предполагают повышенную ответственность. Там была очень простая история. Меня, мои друзья позвали прыгнуть в тандем в пристежке. Когда? Сколько лет назад это было? Год назад или 20 лет назад? 99-й год. Поехали прыгнем в тандеме с инструктором, ты пристегну, все безопасно. Я поехал. По стечению обстоятельств на борту была девочка спортсменка очень красивая в белом трико, она прыгает классику, это такой балет в воздухе. Когда парашютист, он фигуры принимает в ней. Да, да, да. И у нас открытая рампа, задняя полусфера снята у вертолета. И выход вот большой в рампу, а спортсмены уходят первыми. За ними идут тандемы. И вот мы сидим такие в соплях, все страшно. И вот эта девочка встает на срез рампы, флоттерное отделение спиной вперед, и так па-па-па-па-па-па, и пошла крутиться. Я понял, я так же, я хочу так же. Ну, то есть не девочка, я понимаю, да, да, вот это из-за свободы полета. Это было как раз открытие юношеской олимпиады в Москве. Все разогнали, и все было как раз в Дракена, где мы и прыгали. И мы такие идем, полтора часа инструктаж. Я потом узнал, что вот таких парашютистов называют одноразовые парашютисты. Идем на посадку, 77 дебилов, ветер шквальный, низкая облачность, она скидать будет с 800 метров, нам больше не надо. И ставят планеристы, и нам показывают так. А планеристы они чувствуют ветерок? Чувствуют, да, да, да. А я хромал два месяца. После этого То есть ты так приземлился? Я не хочу прыгать так вот, вот как жаба, да? Ты отделился, тебя бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Но ты все помнишь. 121, 122, 123, рву кольцо. Рву кольцо. Вылетела парашютная камера, произошло наполнение купла. Я все помню. Я чекую запаску, иначе она на 500 метров сработает. После чего я летящему за мной говорю, кричу, за чайку и за паску. А он слышит? Да, конечно. Ну, где-то метр в ста, в двухстах за мной летит. После чего я готовлюсь к приземлению. После чего я вижу, что место, куда я сейчас приземлюсь, плохое место. Там просто стоит Ан-2 с пропеллером. Я все помню. Я выбираю боковые стропы. Прошут очень тяжелый, Д-6. Но он сжалился. Он ушел в сторону. Мы приземлились на ровную площадку. Приземляюсь на мягких ногах, на мягких ногах. Все помню. Земля всегда приходит чуть раньше. Я первый прыжок. Ты ждешь, а она уже шлеп в грязь. И меня потащило куполом, потому что ветер шквалистый. Я все помню, я все помню. Выбираю нижние стропы, выбираю. Гошу купол, гошу купол. 25 метров я гасил купол, проезжая при этом по грязи. Встал. А это было удовольствие? Спросила я себя. Я пошел учиться на крыло. Что такое учиться на крыло? Ты прыгаешь в затяжные прыжки, когда ты в свободном падении контролируешь положение своего тела. Ты можешь перемещаться относительно других участников прыжка, относительно земли перемещаться. Можешь какие-то интересные штуки в воздухе крутить. Закончилась эта тема... Ну, то есть вот моя карьера в 12-м году, когда я ушел из рекордных формаций. Я участник одного мирового рекорда, трех рекордов Европы и четырех рекордов России. Обалдеть! Сейчас я прыгаю ради удовольствия с своими друзьями. Не так часто, но пока еще я не готов повесить свой парашют на крюк. Хотя мои домочадцы, конечно же... Ну, конечно, понятное дело. Они ходят с ножницами. Но я их отгоняю. Я бы тоже ходила. Кортнев еще раз. Мне кажется, основная черта Валдеса это ум. Острый, быстрый, который позволяет ему принимать верные решения. Ум и порядочность, собственно, две вещи, которые в сочетании позволяют прожить очень достойную жизнь. Домашний человек, очень любящий семейный очаг, свой дом, поэтому его семья для него это такая крепость. Слушай, а если у тебя в один прекрасный момент дети скажут, папа, хочу я заниматься спортом повышенной ответственности. Ну, условно. Дайвинг, пожалуйста. В техническом дайвинге я употреблю все свое красноречие, чтобы объяснить, почему не надо заниматься техническим дайвингом. Есть рекреационный. До 25 метров глубины. Муа! Прекрасно! В любой момент на выдохе у тебя в регулятор пошла морская вода вместо воздуха. Просто выбрасываешь регулятор, а при том, что выдохнул уже, у тебя как бы легкие, казалось бы, пустые. 30 секунд у тебя железных есть. Не торопясь, на ластах поднялся и вышел. В техническом дайвинге, которым я тоже иногда занимаюсь, вы не можете остановить погружение в техно-дайвинге, потому что вас убьет... То есть вы не можете сразу всплыть, вас убьет декомпрессия. Там нельзя суетиться. Там нужно спокойно, совершенно оценить ситуацию. Дело в том, что технический дайвинг, в нем нет принципа бади твоего партнера. Это вот в обычном дайвинге ты просто подплываешь, показываешь, он тебе сразу запасной регулятор, и вы пошли наверх. В техническом дайвинге это может не сработать. Я знаю ситуации, где люди, которым бросался ныряльчик с проблемой и с просьбой взять его на запасной, отвечали отказом. Несмотря на то, что существует правило одной трети, треть ты идешь, треть на возвращение и треть на всякий случай воздуха. А человек говорил, нет, нет, я не дам тебе воздуха своего, потому что я не убежден, что мне он самому не понадобится. Большая глубина меняет очень сильно людей. Так же, как Эверест? Так же, как высота? Да, да. А на Эвересте там перешагивают через людей. Там через умирающих, еще живых перешагивают. Но если там нет возможности помочь, и все это знают. Эта фраза была сказана, если меня не изменяет память, в 97-м году японской экспедиции, когда их спросили, как они себя ощущают после того, как они переступили через двух умирающих индусов, которые лежали на горе, они уже, ну, они были обречены. Они сказали, морали и нравственности свыше 8 тысяч метров не существует. Что не исключает совершение подвигов, которые происходили на горе, когда люди отказывались от восхождения. И, допустим, молодой парень, израильтянин, не помню его фамилии, к сожалению, он спас турка, стащил с горы, ему до вершины осталось 300 метров. Он отказался от восхождения. Который покорил Эверест, он шел к этому, он готовился к этому, он потратил деньги. Он отказывался от восхождения. Он смог этого турка поднять. И стащить. Но в этом есть абсолютная правда, потому что это простая арифметика. Было два трупа, а будет четыре. Если человек не встает, ему нельзя помочь. Вы не сможете его стащить. Поэтому перешагивают, поэтому идут. И ты должен быть готов к тому, что за тебя будут цепляться. И просить помочь, спасти твою жизнь. А ты, ты вот эти руки отцепишь. Это гора, она так устроена. Почему половина погибших на Эвересте, их нельзя вообще трогать? Они завещали себя оставить там. Все знают, что эта гора убивает. Каждый год. Обязательно каждый год она убьет кого-то. И там нет людей, которые вдруг... Это вот я на Эльбрусе, когда решил, придумал снимать кино про Эвереста, решил сходить на Эльбрус. И вот мы идем к скалам Пастухова, с инструктором Володей Котлеровым. Первый час тяжело, но утро, 6 утра, очень красиво, солнце начинает вставать. Потом я разошелся, два часа мы идем, я уже... А потом я начинаю дохнуть. Я говорю, Володя, а что так тяжело? Он говорит, а тебе что, не сказали? Я говорю, что? Он говорит, каждый шаг через себя. Каждый. Человек, особенно мужского пола, он все время должен себя прессовать, заставлять? Нет, сиди дома. Но это скучно. Но ты же для того, чтобы на этот Эверест взгромоздиться. И просто для того, чтобы получилось кино. Тебе деньги нужно найти, элементарно, да? Кроме тебя их никто не найдет. Да, совершенно верно. Тебе нужно наизнанку вывернуться. Ну, я не знаю. Чего тебе не хватает? Не хватает чего тебе? Для меня это такой же парадоксальный вопрос, как, допустим, зачем ты ухаживаешь за девушками? Ну, ты же понимаешь, чтобы ее обаять, чтобы от нее добиться, ты же должен... Это логично абсолютно, что для того, чтобы сделать что-то интересное и хорошее, Ну, да. Нужно предпринять некие шаги. Само все, гора не приходит к тебе, ты должен идти к горе. Это интересно. Когда я придумал фильм про Эверест, я ни хрена не знал про эту гору, хотя считаю себя достаточно эрудированным человеком. Ну, я представлял 10% из того, что на самом деле существует на горе. Когда я стал общаться с людьми, я позвонил Ивану Трофимовичу Душарину, это первая российская экспедиция на Эверест, да, я позвонил Денису Урубко, это единственный россиян, который 14 восьмитычников все покорил. И они так надо мной хохотали просто, но при этом спасибо им огромное, они мне терпеливо разъяснили, что там все по-другому. И я начал в это втягиваться. И мне это было ужасно интересно. Да, это тяжелая история, да, это не мое совершенно. Но мне было интересно оказаться там, мне было интересно оказаться среди этих людей, что-то о них понять, и снять, как мне кажется, достаточно интересное для среднестатистического зрителя. Мы очень много в фильме рассказываем о технологии восхождения, достаточно доходчиво, незанудливо. Я не знаю, там есть простейшие вещи. Ночью, когда холодно, все жидкости у тебя в спальнике лежат, потому что иначе они замерзнут и лопнут. Но спальник — это еще и холодильник. Потому что днем, когда солнце жарит, спальник расстилается на палатке, чтобы там внутри не сдохнуть от духоты. Потому что духота чудовищная совершенно. А он становится холодильником. И мы когда вот эти вещи, казалось бы, очень простые, узнавали, нам было так интересно. И мы этим с огромным удовольствием делились. В фильме? В фильме, да, на страницах нашего киножурнала. Мы когда закончили работу над фильмом «Ген высоты» или «Как пройти на Эверест», мы поделили сообщество людей, которые имеют некое отношение к горам и свое представление о горах на две части. Одни восхищаются этим фильмом, говорят, как замечательно, как будто мы с вами прошли до вершины Эвереста. А вторые, поскольку герои нашего реалити-шоу — это туристы, альпинисты-туристы. И поскольку восхождение стоит достаточно больших денег, это состоятельные люди. Другая часть сказала, что это вот... Вы нам в качестве героев выставляете людей, которым все... Они на всем готовеньком. Шерпы за них несут поклажу, несут их кислород, утром приносят им кофе и чай в палатку, хотя эту традицию положили англичане в 20-х годах. И эта традиция непреложна, она непререкаема. И даже если ты утром не хочешь ни кофе, ни чая, ты должен открыть свою палатку, принять чашку и сказать большое спасибо. На самом деле, внизу, в базовом лагере на высоте 5200 это некая обязанность, но когда на высоте 6400-7000 метров тебе дают теплое, при том, что внутри в палатке там минус 25 к утру. Я могу сказать по собственному опыту. Вот очень интересная вещь. Ты вдруг ловишься на мысли, что ты идешь, и уже два часа ты думаешь только об одном. Чтобы такое сейчас всем сказать, объясняющее, что ты сейчас пойдешь вниз, чтобы не было стыдно и пойти вниз. Только вниз, только вниз. Как мне придумать? Я же не могу сказать, ребят, я сдох все на горе. И единственный выход из этого, ты себе говоришь, ты думай, ты думай про то, что ты придумаешь сейчас какую-то красивую историю, думай и иди. Иди и думай. И вот так размышляю над тем, что я сейчас скажу, и пойду вниз, потому что это спасение. Ты доходишь до очередного лагеря. Там каждый шаг через себя. Слушай, а ты такой упертый и с рождения? Нет. А когда это? Просто нельзя снимать фильм про Эверест. Если ты не влез в шкуру этих людей. Хотя бы до высоты 6 тысяч метров. Нельзя приехать, ну, в базовый лагерь там уже 5200, а в средний лагерь уже 5850. То есть он уже выше Эльбруса. Нельзя приехать к подножию Эльбруса на высоту там 3000 метров и начать рассказывать о том, как смелые покорители, бросая вызов неизвестности, идут вверх. Ты должен там со всеми помучаться. Тебя должна накрыть горной болезнью. У тебя должны обостриться твои болячки, потому что на горе ничего не заживает. Ты должен ночью просыпаться от того, что ты задыхаешься. У тебя ночью, к утру, вернее, палатка должна вымерзать, покрываться коркой твоего дыхания. Тогда ты можешь снимать честное кино про Эверест. Люди действительно спускаются туда, вот табула раса. Они понимают, что, пройдя через это испытание, у них открывается новая жизнь. И они счастливы, они добры. И вот в этот момент, кстати, очень хорошо просить у них денег в долг. Очень хорошо. Накину на новую. Да потому что деньги для них не имеют никакого значения. Никакого значения. Вот. Но через две недели они вернутся к жизни. Но вот они, они вот, они блаженны. Они смотрят на тебя, вот, и все, что хочешь. Снимай с них одежду, забирай бумажники. Очень удобно. Мы этим воспользовались, и, собственно говоря, мы нашли таким образом деньги на картину. Понятно. Я тебя понимаю. Прекрасно. Прямо отлично. Если я хочу, чтобы сказал Леонид Якубович. Для меня это загадочный парень. Никогда ничего не рассказывает. Ну, сейчас спроси, сколько у него прыжков с парашютом? По-моему, сотни две, что ли, или три. Я понятия не имею. И никто не имеет понятия. Хотя это поступок. Прыгнуть. Оказывается, он еще куда-то в гору залез. Какую-то вершину они покорили. И все это как-то не очень афишируется. Как-то живет человек и живет. Ну, пел он в группе, предположим. Ну, хорошо, ведущий. Понятно. Но я никогда не мог себе представить, чтобы этот малый друг снял хорошие фильмы. А я смотрю его фильмы. Он мне дает такие документальные фильмы. Очень хорошо, замечательно сделано. Плотно и профессионально. Я понятия не имею, где он этому научился. Симпатичен мне очень. С таким... Таким характером. Хороший парень. Забавный малый. Мне нравится. Слушай, последний вопрос. Такая цитата есть. Она мне очень нравится. Хочу у тебя спросить, как у человека, который много раз шагал в эту бездну, да? Если в бездну шагнул и не воспарил, вошел в огонь и огонь тебя опалил, ринулся в чащу, а там берлога шел на медведя, а их там шесть, это почерк дьявола, а не бога. Это дьявол под маской бога отнимает надежду там, где надежда есть. Вот скажи мне, пожалуйста, надежда на то, что... Сейчас философский вопрос. Ты же философский факультет закончил. Человечество когда-нибудь будет жить интересно, насыщенно, преодолевая себя собственную лень, косность, желание лежать на диване, неважно в чем преодолевая. Вот надежда есть на это? Да. Но надежда на счастливое окончание вот этих экспериментов, она должна базироваться на искренности. На искренности? Ты должен искренне, а, понимать, что ты этого хочешь, б, понимать, что ты сделал все правильно. Поэтому, если вы решаетесь на какие-то сложные, рискованные, оправданно рискованные, чреватые, да, предприятия, будьте искренни. Вы действительно должны к этому стремиться, этого хотеть и быть готовыми. Тогда все будет прекрасно. Ты золотой коробки. Слушай, я знаю, ты маленький на обоих пингвинов рисовал. Да. Смотри, мы тебе дарим пингвинов. Спасибо огромное. Их можно раскрашивать. Спасибо огромное. Ты можешь раскрашивать их на вершине. Не я буду будет раскрашивать мой младший сын. И младший сын будет раскрашивать. Да, он сегодня сейчас как раз... Кто-нибудь раскрасит пингвинов в семье Пильши. Спасибо огромное. Валдис Пильш настоящий телеведущий, который умеет четко организовать съемочный процесс, взять инициативу в свои руки, увлечь зрителей и увлечься сам. Именно поэтому уже не один десяток лет нам нравится смотреть программы с его участием. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok